В Приморье отпраздновали День Металлурга. Губернатор Олег Кожемяков вручил грамоты и благодарности работникам горно-металлургической отрасли региона в Дальнегорске на предприятии «Дальполиметалл». Тимченко Татьяну Гавриловну, геолога подземной геологической службы, рудника 2-й Советский. По словам руководителя предприятия Глеба Зуева, за два года вложено 2,5 миллиарда рублей в развитие. Особое внимание уделяется социальной поддержке работников. Более половины коллектива получает индивидуальные надбавки и на этом руководство останавливаться не собирается. Также краевые власти поддерживают предприятия финансовой помощи. Компенсация затрат на электричество составила 820 миллионов рублей. Уважаемые гости, которые сегодня прибыли из Тернецкого района, работники Дальполиметалла и жители Дальнегорска. Я искренне рад вас приветствовать и поздравить с вашим профессиональным праздником Днем Металлурга. Праздник, который на протяжении многих лет является для дальнегорцев, жителей практически семейным и городообразующим. Ведь то предприятие, которым трудится более полутора тысяч человек, на протяжении многих лет ковало из поколения в поколение тех металлургов, кто делился своим опытом с молодыми, те, кто в последующем работал на других предприятиях Российской Федерации. Это та молодежь, которая вышла отсюда и сегодня работает в стране, опять же превознося и прославляя эту хорошую профессию. На следующий день состоялся забег в часть дня Металлурга. На предприятии приняли участие более ста человек, включая губернатора Приморского края Олега Кожемяка. Даже дождь не помешал любителям спорта выйти на дистанцию. Дальнегорск активно развивает все спортивные мероприятия, проводит очень регулярно. И по играм «Дети Приморья» дальнегорцы завоевали золотые и серебряные медали. Отлично показали спортивные результаты. Мы видим, как развивается здесь зимой лыжный спорт. Уверены, что со временем здесь появятся горнолыжные спуски. Мы к этому идем шагом за шагом, восстанавливаем стадионы, делаем все, чтобы ребятам в Дальнегорске, молодежи, было чем заниматься спортом. Всем, чтобы они прославляли свой город, прославляли свой край, свою страну. Удачи и успехов на старте. Желающие смогли преодолеть разные дистанции от двух до девяти километров. По словам жителей Дальнегорска, такие мероприятия интересны и с каждым разом собирают все большее число желающих. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова, Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова